Это городская свалка города Худжан. Куда завозят мусор с города и его окрестностей? Но все ли бытовые отходы попадают именно сюда? И попадают ли они вообще куда-нибудь? Нам предстоит ответить на ряд вопросов. Куда идет мусор? Откуда идет мусор? И кто за это в ответе? Город Худжан за последние несколько лет уже два раза завоевывал титул самого чистого города-республики. Но проблема выброса мусора остается актуальной по сей день. Это центральная улица города. Здесь часто встречаются точки несанкционированных мест выброса мусора. Столбы, находящиеся возле дорог, чаще всего становятся такими точками. И таких мест по городу множество. Каждый житель города должен чувствовать ответственность. И мусор, который он выбрасывает, должен выбрасывать непосредственно в специально оборудованных местах. Если же он выбрасывает тот мусор в неположенных местах, наш город будет грязным. И это нанесет вред здоровью населения. Эта проблема должна рассматриваться с двух сторон. И жители, и коммунальщики. На улицах должны быть оборудованы урны, чтобы люди выкидывали отходы непосредственно в них. На сегодняшний день народ привык выбрасывать мусор на улицах. Это, конечно же, неправильно. Было бы лучше, если мы соблюдали чистоту. Согласно нормативам, на всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках, транспорте и в других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Урны устанавливаются через каждые 100 метров. В местах с интенсивным движением пешеходов через 50 метров. Во всех точках скопления населения, вывоз мусора и твердых бытовых отходов осуществлятся с специализированным транспортом. На полигоны и свалки в соответствии с утвержденным графиком. Наша организация занимается тем, что держит в чистоте не только город, но и его окрестности. В целом мы работаем по трехразовому графику. Все должны осознавать, что нужно выбрасывать мусор в специальных местах. Сложность в том, что я не могу каждый день высылать по несколько дополнительных нарядов. Вы сами знаете, что топливо нынче стоит дорого. Кроме этого, у нас нет маленьких машин для оперативного вывоза мусора. Но со стороны нашей организации мы стараемся, чтобы не было недостатков. Когда исполнительные органы государственной власти дали задание о том, чтобы все мусорные баки были убраны с центральной улицы и начинается с самого выезда в город, и до стадиона убраны все урны. Мы буквально ходили по домам и оповещали о том, что они выносили мусор в специально отведенных местах. Душамбе, существует ли в столице проблема выброса мусора в неположенных местах или нет? Давайте проверим это. В центральной улице столицы соблюдены все нормативы. Вдоль тротуара расположены урны шаговой доступности. Но говорит ли это о том, что уровень культуры населения выше, чем в других городах? Нигина Салимова является домкомом в Махале в Осифе района Шухмансур. Нигина завоевала сердца людей неумением громко говорить или указывать. Напротив, она стала неотъемлемой частью своей Махали, потому что она болеет душой за чистоту и благоустройство. Каждую неделю мы с женщинами нашей Махали дружно проводим суподники. Я выросла в этой Махале и последние три года являюсь домкомом. Кроме этого, я работаю в дорожном управлении. У меня есть своя территория, где я отвечаю за свою бригаду. Наряду с изменениями в сфере экономики, политики и образования в Таджикистане происходят изменения и в системах управления, или в системах управления тех или иных структур. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что вовсе не знаем их прямые функции. У нас есть законодательная основа, которая определяет, что делать. Проблемы сбора и вывоза мусора очень актуальны для Таджикистана. Эта проблема очень актуальна для Таджикистана. Я бы хотел начать с периода советского. Почему? Потому что нужно где-то сравнить вопросы управления отходами с сегодняшнего дня и то, что было в прошлом. Почему? Потому что в прошлом было очень много хорошего было сделано и нужно вспомнить о этой системе. Если заглядывать в 80-е и 90-е годы, то была система управления отходами, связанная не только с коммунальными отходами, будем говорить, твердыми отходами, но и производственными отходами. Или согласно закону по республике Таджикистан, о управлении производственных и отходов производства и потребления. Рядом со мной стоит человек по имени Акей Сулаймон, который является водителем дорожного управления. Акей Сулаймон день от дня привозит мусор на этот полигон. Кто же все-таки должен привозить мусор? И почему у нас столько много подрядов, столько много компаний, организаций, учреждений? И почему никто не несет ответственность за мусор, который не вывезли? Душамбинская свалка появилась в конце 70-х годов в районе 11-го километра трассы Душамбе-Вахдад в предкоре Хроминского заповедника. Ежедневно 70 занятых. В этом деле машин жилищно-коммунального предприятия Душамбе совершает по 170 рейсов, доставляя на полигоны по 3,5 тысячи кубометров отходов. Однако международные стандарты разрешают действовать таким полигоном лишь 10-20 лет. Душамбинскому же полигону исполнилось почти 40 лет. Однако власти не торопятся, да и не желают его закрывать. Вот уже 5 лет я живу неподалеку от свалки. Мне здесь вполне комфортно. На вопрос, не болеют ли дети, нет, конечно. Они с рождения ни разу не были у врача. Здоровенькие. В жизни здесь нет ничего страшного. Спокойно. Ни собак, ни крыс. Живем. Здесь нельзя выделить одну единственную главную проблему. Здесь несколько причин. Но, во-первых, не во всех, особенно в сельской местности, обеспечены места, где можно складировать отходы. Это очень сложно. Почему? Потому что 93% территории нашей страны – это горы. Или горный рельеф. И образовывать какие-то полигоны, свалки и так далее очень сложно. Здесь необходимо выбирать определенные методы сбора и вывоза отходов, адаптированные к этим условиям. Он говорит так. Это может быть определенные графики сбора и вывоза без складирования в определенном месте, региональном, я имею в виду, или локальном, общем. А во дворах и по графику, как это делается в Худжанде, прилегающих территориях Худжанды и районах. То есть это все зависит от махалинских советов, от общего, так сказать, мнения, которому приходит та или иная район, я не знаю, Махалай и так далее, Джамуат. Это решаемые вопросы, но очень сложно. Но они очень все разные. В то время, как после распада Советского Союза остается неразработанным механизм сбора и вывоза отходов, в то время, как расстояние до мусорных баков для жителей кажется длинным, в то время, как мы перекладываем обязанности по выбросу мусора своим детям, проблема системы управления по сбору и вывозу в городах нашей республики будет оставаться нерешенной.